Вы знаете, безусловно, что совершенно недавно умер Ли Куан Ю, основатель сингапурского чуда. И в это же время произошло одно из совершенно непонятных и страшных событий с самолетом German Wings, когда, как предполагают прокуроры и следователи, один из пилотов намеренно уничтожил самолет вместе с пассажирами. Так вот, в основе и того, и другого, как мне кажется, и как я постоянно слежу за тем, что вы говорите, лежит эгоизм. Но его видоизменения сегодня настолько многообразно, настолько выходящее за рамки общих представлений, что хотелось бы услышать ваш комментарий, начиная вот с этого ужасного случая с немецким самолетом. Ну, что говорить, в наше время во многих людях начинает просыпаться очень серьезный вопрос о смысле жизни. Если сто лет назад, и тем более ранее, люди занимались только тем, чтобы прожить, их не интересовало ничего, и вот этот сплин, эта депрессия маленькая, они были только у элиты, там где-то, то в наше время обычные люди, средний класс, можно так сказать, начинают одолеваться этими вопросами о смысле бытия, о смысле жизни. Для чего, зачем, почему? Вроде бы все есть, а с другой стороны нет удовлетворения. И это приводит человека к самым ужасным состояниям. Он не знает, что с собой делать, он не знает, что депрессия – это самая большая проблема мира. Видите, к ней тут и наркотики, и террор, и то, что уезжают из Европы молодые люди воевать в этих организациях террористических, они не знают, что делать, а это дает им какую-то надежду. Не надежду, но какую-то цель. Они как-то могут себя выразить. И то же самое, я думаю, что с этим пилотом. У него была проблема тоже о смысле жизни. Он задавался этим, он ходил к психологу, у него были серьезные внутренние неустойчивые состояния. И просто думали, что это обычное дело. Знаете, когда это встречается у многих, но люди справляются, в общем-то, с этим как-то. И можно немножко покуривать травку, и можно принимать какие-то успокаивающие антидепрессанты. Это уже не считается чем-то из ряда вон выходящим. И даже к полетам допускают таких людей. То тут уже... Да, как сейчас выяснилось, руководство Левганзе знало о его болезни. Да, то есть это у многих есть то, что ты будешь делать. Откуда ты будешь брать вообще людей, если ты начнешь предъявлять такие требования жесткие на самом деле. То есть это, если это становится уже таким обычным явлением, то, естественно, и понижается планка приема в этот состав, в летный состав. Ну, как объяснить появление все более широко распространяемого желания не жить, не... А ради чего? Во мне, когда-то было просто животное, вот сто лет назад, двести лет назад, да даже, может быть, и год назад, просто животное. Я думал, ходить на вечеринки, там, развлекаться, женщины, рестораны, бары и так далее. Я заработал, пропил, там еще как-то погулял. И вроде бы все хорошо, жизнь так катится. И вдруг она не катится. Вдруг колесо этой жизни, оно все время начало спотыкаться на что-то. А что это такое? По дороге у этого колеса обнаруживается камень. А для чего? А зачем? А куда ты катишься? И этот вопрос не дает мне уже наслаждаться тем, чем я раньше наслаждался. Но здесь, вы посмотрите, здесь более чудовищная история. Ладно, мы знаем, что люди, которые не могут найти ответа на этот важный вопрос, которые живут не в согласии с самими собой. Они уходят в пьянство, в наркотики и, может быть, даже, как говорится, выходят в окно, как есть такое выражение. Но здесь же он потащил за собой такое количество людей. Что это? Вы понимаете, здесь, наверное, так я предполагаю, жуткое внутреннее огорчение и претензия ко всему роду человеческому, в котором я существую. Когда я зол на себя, на свою судьбу, и у него хватало, зарплата была. Да, пилот Люфганзы, даже если это маленькая компания, получает не меньше 10 тысяч марок в месяц. То есть, все нормально, но вот это вот, то, что я живу в такой среде, в таком бесцельном существовании, он переносит на окружающее общество. И поэтому я вижу в его поступке именно несогласие со всем этим миром. А есть ли связь, вот, его поведение со связью тех, кого мы называем джихадистами, смертниками, которые... Конечно, конечно. Это люди, которые ищут цель в жизни. Им же не важно, за что воевать. Но как ища цель в жизни, они находят ее в смерти? Они и в смерти чувствуют, что это продолжение жизни. Потому что в самой жизни цели нет вообще. Понимаете, вот здесь... Смерть не кажется концом. Она кажется концом вот этого вот... Состояния. Несчастного состояния, да. Этого бесцельного, униженного существования. Потому что если я человек, я хочу знать для чего, ради чего, во имя чего я существую. И все, и вдруг меня толкают мордой просто в грязь. А вот ты будешь животным. Это ведь так сегодняшняя жизнь нас заставляет. Она заставляет нас быть животными. Причем вот так вот просто берут тебя за голову и толкают в грязь. В самые вот такие отвратительные состояния. Где ты чувствуешь себя таким униженным. Ты должен вставать, идти на работу, заниматься с семьей. Думать о том и о сём, о своём теле. И ты кому-то что-то всё время должен и так далее. А для чего всё это? Это хуже смерти. Такое постоянное состояние внутреннего бесцельного существования.